Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу показать вам, как рисовать мелкие оборки, такие рюши из полупрозрачной ткани в Adobe Illustrator. Вообще, у очень многих возникает вопрос с рисунком прозрачности, складок, того, как будут распределяться тени. Поэтому я сейчас покажу именно на прозрачном фатине многослойном, как это нарисовать. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, я вас очень прошу, напишите мне об этом в комментариях. Я сниму дополнительные видео, потому что прям очень многие мучаются этим вопросом, что непонятно, как распределить тени. И я тогда в зависимости от того, какая тема вам интересна и на что обратив внимание, буду уже снимать видео, которые будут максимально вам полезные. Значит, делать мы будем следующим образом. У меня есть шаблончик, и одна из моих студенток пытается нарисовать платье из фатина с многослойным кружевом. Мы с ней уже проработали, стало лучше, но хочу показать вообще, как это нарисовать. Надеюсь, меня за это простят. Ее оригинальную работу показывать не буду, буду показывать, как бы сделала я. Да, значит, смысл у нас к платью будет следующий. У нас с вами будет пояс. Я взяла свой шаблон, их можно скачать у меня на сайте, если хотите, они в бесплатном доступе. Можете использовать что-то свое. Я люблю работать с шаблоном. То есть у нас есть пояс. Сверху мы потом нарисуем лиф, да, такой обычный. А снизу у нас юбка в пол. И на этой юбке пришито несколько слоев, соответственно, вот этих оборок. Как это изобразить? Как это сделать красиво? Как это сделать достоверно? Соблюсти эффект прозрачности? Соблюсти эффект вот этой пышности? И правильно распределить стрелочки? Вот показываю, как это рисую я. Может быть, кто-то это делает по-другому. Прям вот сначала, да, взяли шаблон. Рисую сначала юбку. Вот, смотрите. Так, окно. Обработка контуров мне нужна. Вот она. Так, вот у меня получилась длинная юбка в пол. Трапеция с расширением. Соответственно, на пояс. Здесь сверху я могу любой лифт не перерисовать. Меня сейчас больше интересуют именно вот оборки, которые мы будем делать. По задумке девочки, которые отрисовала, там было несколько ярусов. Ну, давайте мы сделаем, скажем, пять ярусов. Так, ярусы я распределю, соответственно, следующим образом. Первый ярус. Это будет два. Второй ярус это будет три. Третий ярус это будет четыре. Это вот такой способ, да, как его четыре, потом будет пять кусочков и шесть кусочков. То есть оно будет равномерно увеличиваться. Сейчас я покажу, что я делаю. Рисую прямоугольнички, да. Так, значит, это будет шесть. Это раз, два, три, четыре, пять. Это раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И раз, два. Вот. Теперь мы это все накладываем на юбку. На всю длину и ширину. И получим кусочки, соответственно, как у нас это все будет распределяться. Так, выделяю. Нарежу сейчас их отдельно. Вот так. Я не рассказываю, как конкретно я рисую. Есть для этого у меня подробный курс. Кому интересно, пожалуйста, приходите. Показываю именно пример того, как с этим работаю я. То есть не совсем мастер-класс, это скорее вот визуализация моей работы, да. Так, вот мы ее поставили. Соответственно, верхний будет короткий, длиннее, длиннее, длиннее и длиннее. Точки, на которые будем ставить. Нарисовать мы можем, например, сначала среднее, а потом его уже подкорректировать. Вот такого размера у меня должен быть рюш. Он будет чуть-чуть выше, потому что линия пришивания должна быть выше. По условиям, которые делала моя студентка, там должно быть 4 слоя фатинов в каждом, соответственно, вот этом кусочке. Что я сейчас буду делать? Я сейчас это все заблокирую, создам новый слой, чтобы у меня ничего не мешалось. Вот такого размера у меня будет. Соответственно, фатин, он достаточно такой объемный. Я так понимаю, что он здесь будет присбариваться, а здесь немножечко топорщится, правильно? Берем инструмент перышко, соответственно, это линия пришивания. И где-то вот так у меня будет. Что у меня будет по краю? У меня будет по краю некая вот такая складочка. Одна наверх, одна вниз. Одна наверх. Она будет не очень равномерная. Она будет вот такая вот вся воздушная. Рисую, кстати, я мышкой. Я часто об этом спрашиваю. Вектор позволяет рисовать мышкой. Вот. Я ее сделала. Если мне не нравятся там какие-то вот эти вот штучки, которые у меня получились, ну, например, вот это место я бы сделала более полукруглым. Соответственно, я могу всегда каждую, любую вообще точку, которую есть у меня на изображении, поправить. Это вектор. Это его кайф. Это его плюс. То, что все, что я делаю, может быть поправлено. Вот. Сейчас я уберу нижний слой видимости, чтобы не раздражало оно меня. Теперь я приближу. Еще один большой плюс иллюстратора, когда можно прям вот увеличить изображение. И мы будем рисовать. Вот когда складка, у нее есть глубокая часть, и верхняя вот эта вот горка, голгору, если себе представляете, верхняя вот эту часть. Возьму инструмент линии. Вот она моя часть. Вот она будет у меня туда идти. При этом часть складок я буду прорисовывать покороче, часть подлиннее, в зависимости от того, насколько они интенсивно смотрятся. И веду их к линии пришивания. Соответственно, вот эти вот горбики, так называемые, да, я сейчас обозначу. Пока смотрится таким заборчиком. Сейчас покажу, как это все мы будем с вами видоизменять. Как будем менять? Вот двойная такая складочка. Еще один горбик. Еще. Туда. То есть вот по форме как бы есть небольшая трапеция. Снизу он расширяется, кверху он расширяется. Я все это обозначила. Теперь я все эти линии выбираю. И вот здесь вот в обводке у меня есть профиль. Выбираю вот такой профиль. И ставлю толщину, скажем, 0,5. Вот она у меня получилась. Видите, уже такая вся из себя волшебно красивая. Теперь вот эту линию мы тоже можем с вами выбрать в кистях, например, вот так. При этом или вот так. Сделать ее потоньше. Видите, линии заиграли и сразу стало такое оно все более воздушное. Но этого мало. Мы теперь с вами углубимся внутрь. Видите, вот эти края. У нас у каждой с вами складочки будет такая внутренняя часть. Ее нужно нарисовать. Вот если мы хотим получить реально классный эффект от наших рюшей, нам нужно взять себя в руки и один рюш прорисовать вот прям вот классно. То есть один слой рюши сделать крутым. Тогда все остальные слои мы сможем с вами быстро нарисовать. Но на один нужно потратить побольше времени. Сейчас я рисую. Они у меня получаются уходят на передний план. Но мы их потом быстренько назад переместим. Это не страшно. И видите, вот немножко такие штучки получаются. То есть мы потом возьмем вот так вот. Два, три. Скажем, что здесь будет толщина 0,5. Правой кнопочкой мыши. Монтаж на задний план. Они туда вглубь уйдут. А вот эти все штучки вот таким образом тоже убираются. Зачем я делаю именно вот эти штуки? Они придают красоту. Это вот та такая тонкость, которую нужно сделать, если вы хотите действительно вот прям вкусный эскиз получить. Когда хочется получить вот что-то быстрое, тогда можно, конечно, там схалтурить. А вот при желании получить прям вот крутой эскиз, надо немножечко времени потратить на него, тогда результат вас прям вот очень порадует. Поверьте мне. Так, здесь будет с этой стороны кусочек. Здесь будет с этой стороны. Все равно даже вот при рисунке нужно некоторое понимание, да, объемов и того, как это происходит, чтобы это все у нас красиво смотрелось. Так. Так. Ну, как видите, я приблизила, иду по вот этим бугоркам. Для того, чтобы оно у меня все красиво произошло. Вот, соответственно, каждую штучку я тут вот прям аккуратно прорисовала. Теперь я все сейчас выберу, всем поправлю линии и все остальное, чтобы они у меня были красивыми. Уже видите, насколько складки смотрятся гармонично. А это пока только первый, первый самый слой, который мы прорабатываем. Для того, чтобы сделать дальше красоту. Вот здесь я забыла нарисовать, поэтому мы его берем и дорисовываем. То есть, вот, как я сказала, одному слою мы уделяем очень-очень много внимания, для того, чтобы в дальнейшем он нам здорово помог. Что я еще сделаю? Я сейчас выберу вот эти кусочки и закрашу их цветом, для того, чтобы потом при раскрашивании я смогла бы их легко закрасить нужным мне цветом. Они таким образом смаркируются. Я даже не буду их сгруппировать, а просто их закрашу каким-то оттенком легким. Вот, и тогда я смогу их все вместе выделить, их все будет видно. Так, я нарисовала сейчас сами складки, вот эту форму, нарисовала их линии и нарисовала то, что мы видим немножко снизу. Теперь мне нужны тени складок. Для теней складок я создам новый слой, чтобы я сейчас ничего не цепляла. Этот заблокирую, и как я это буду делать? Тоже вот здесь вот повторяю форму в самую глубину складки и сюда наверх буду выходить. При этом здесь у меня будет заливка черная, да, без контура. И я ее буду делать такую вот почти непрозрачную. Вот таким образом. Теперь буду сейчас планомерно все складочки мои прорабатывать для того, чтобы у них появилась вот эта вот тенюшка. Можно рисовать изначально просто контуром, потом уже на все складки дать заливку. То есть вот если я буду просто вот так контуром рисовать, можно цветным, чтобы лучше было понимание того, какой контур я сейчас рисую. А потом на все вместе сразу дадим заливки, чтобы сейчас каждую не перещелкивать. То есть главный смысл это вот этих тенюшек. Как видите, тени тоже имеют логику. Они подходят к нашей линии. Потом я сейчас их перенесу на нижний слой, а линии вытащу наверх, чтобы они оттеняли. В общем, сейчас я вам покажу всю механику создания этих складок. Долго, нумно, но красиво. Это такая вот есть особенность. А я когда только начинала работать с вектором, я его ненавидела, честно вам могу сказать. Мне казалось, что так долго рисовать такую ерунду, которую я там могу нарисовать карандашиком, быстро наштриховать. А потом, когда я поняла, что по сути в векторе я делаю долго вот одну-две детали, а потом я их просто размножаю. Могу их там перекрашивать, еще что-то от руки. Мне нужно это все заново. В общем, в этот момент, конечно, произошло полное понимание того, что вектор это круто, его надо любить, его надо ценить. Ну и практика. Даже часто спрашивают, а как вот научиться? Первые 100 эскизов. Есть вот китайская там поговорка, да, нужно слепить первые 100 переменей для того, чтобы 101 получился быстро, просто и легко. А так и здесь. Если вы вот, нету какого-то универсального способа, я стараюсь максимально рассказывать про вектор, про иллюстратор в рамках именно дизайна одежды, да, потому что в векторе можно делать и логотипы, и баннеры, и все остальное. Персонажи рисовать. То есть применительные такие эффекты. Но все равно, пока вы не нарисуете первые 100 эскизов, а я вас уверяю, я за 10 лет нарисовала в разы больше 100 эскизов, поэтому у меня оно смотрится быстро и просто, а у вас тяжело. Но именно вот именно из-за этого, не потому что там что-то я сверхъестественное делаю, просто потому что у меня больше практики. Поэтому у меня это смотрится быстрее. И еще я по краю нарисую, чтобы у меня край был темнее немножко и тоже загибался туда. Вот здесь тень сделаю, и здесь тень сделаю. Поскольку у меня на этом слое нарисованы только мои драгоценные складочки, я могу сделать Ctrl-A, взять пипетку, хлоп, вот они у меня получились. Теперь я все возьму, сгруппирую, Ctrl-C, Delete, открываю мой слой, на котором все нарисовано, Ctrl-B, и чуть-чуть я их сейчас наверх повытаскиваю, вот так. Я нажимала сейчас Ctrl, и правая такая квадратная осколочка. Вот что у меня получилось. При этом у меня есть тенюхи, залитые одним цветом, все остальное другим. Соответственно, вот такая красота, да? Если чувствуете, что толщины не хватает, линии, это все, соответственно, правится. Можем оставить вот эту основную линию классикой. Потому что вот так при удалении она мне не очень нравится. То есть обычную классическую линию просто потоньше на 0,5. Вот. Как теперь мы делаем 4 слоя? Я это все группирую вместе. Вот оно у меня загруппировалось единой штукой. Теперь делаем второй слой. Если мы его сделаем точно таким же, но как бы видите, складки друг на друга, и не очень это все красиво смотрится. Соответственно, я сейчас возьму и сделаю зеркальное отражение. Инструмент зеркальное отражение. Смотрите. Вот таким образом его отражу. Еще обратно. Он у меня немножечко видоизменился. Я ставлю вот эти линии верхней точки, стыкую. И чуть-чуть его покороче. Видите, у меня получился эффект такой пушистости. И опять эти два слоя копирую. Ctrl-C, Ctrl-V. Совмещаю верхнюю часть и чуть-чуть их покороче. Вот у меня получилась вот эта вот пушистость. При этом каждая складка абсолютно аккуратно, четко прорисована. Вот такой фрагмент у меня есть. Я его сгруппировываю. То есть у меня группа из складок, группа в группе. И теперь могу вернуть то, что у меня было нарисовано. Помните, да? Соответственно, это вот отсюда был кусочек, который чуть наверх уходит. Вот таким образом. Теперь мы разгруппировываем. И что я могу сделать? Во-первых, могу его скопировать. Ctrl-C. Или просто с альтом. Поместить вот сюда. С шифтом я его увеличиваю. Помещаю сюда. Если я чувствую, что у меня что-то мне не нравится, то просто-напросто я это корректирую. То есть не устраиваю. То есть я чувствую, что, например, вот этот слой. А мог бы он быть и покороче. И вот этот слой. А можно его там я вхожу внутрь группы и корректирую, чтобы это было там вот так, как мне нравится. Пока оно без цвета, да? А после этого создаю еще одну копию. Выхожу из слоя выделения. Так. Эту мы сейчас отставим. Соответственно, следующий слой будет у меня сюда вставать. Так. Один. Второй. То есть уровни мы сохраняем. Сейчас подстроим, чтобы все-таки исходные точки приходили правильно. Можем там повыше, если у нас это требуется. Теперь следующий слой. Они должны распределяться следующим образом. Нижний в самом низу. То есть как бы между собой в них должно быть правильное распределение. То есть это должен быть на самом верху сейчас. Потом, когда мы будем... Например, если я чувствую, что мне там что-то не устраивает, я могу войти, подкорректировать абсолютно любой слой. Вот таким образом. Так, теперь еще раз. Опять мы с вами его сжимаем. И нам нужно будет сжать еще его и по высоте. Потому что по задаче у нас покороче, да? Я говорю, что должен быть вот так. И теперь самый верхний слой. Он пойдет в пояс. Соответственно, пояс станет наверх. В одну сторону, в другую сторону, по длине. Если чувствую, что не хватает, расширяю. Сейчас войду покрупнее. Приблизимся. Соответственно, мне нужно вот эти точки немножечко подвинуть. Сказано, сделано. Выбираю инструментом Direct Selection и двигаю. Вот они у меня подвинулись. Теперь наверх помещаю пояс. Монтаж на передний план. Так, он у меня не выходит, потому что он на другом слое. Сейчас мы его скопируем и поместим сюда. Вот так. А здесь нужно подкорректировать, чтобы вот эти линии уходили под пояс. Что начало у нас из-под пояса идет. Все линии мы сейчас подкорректируем, чтобы была соблюдена конструктивная особенность. Вот таким образом. Здесь тоже все вот эту ерунду мы все ее сюда корректируем, чтобы ничего там у нас никуда не топорщилось. Здесь тоже вот лишнее. То есть каждый слой, который у нас там выскочил, мы его привязываем. Что-то еще осталось? Это основа. Теперь смотрим, нужно ли нам, чтобы какие-то слои дополнительно торчали каким-то образом. Я, например, вот что бы я сделала? Я бы взяла, чтобы вот эти точки торчали более активно. Вот эту точку сюда бы сделала торчанием. Можно вот это даже убрать. Так, здесь. То есть теперь каждую точку, которая у меня есть, я немножечко их корректирую, потому что все, вот я собрала юбку и могу теперь понять, как у меня каждый слой там должен топорщиться, как это должно выглядеть. Вот здесь я уже навожу так называемый марафет. То есть я понимаю, что вот именно крайние точечки, они у меня там немножечко, видите, пошли попрыгать. Там вот сейчас вот эти немножко съедут, но это вот нужно поправить тоже аккуратно. То есть мы с вами нарисовали один слой, из него все это размножили и теперь просто делаем небольшую коррекцию по необходимости. Так, здесь все торчит, вот эту часть тоже сюда. Так, здесь хорошо, здесь не буду править, здесь вот эту часть сюда. То есть то, что там где-то меня не устраивает, я это проправляю. Это мы сейчас с вами именно прорисовкой занялись. Помимо прорисовки, у нас еще сейчас будет работа с цветом. У нас с вами заранее подготовлено к прокрашиванию наш эскиз, то есть у нас есть на нем нарисованные тени. И у нас у этого эскиза уже есть прорисованные вот эти внутренние части складочек. Плюс мы еще сейчас добавим туда прозрачности. То есть вообще сейчас будет это все очень классно. Так, теперь смотрите. Вот оно у нас получилось. Пушистое, объемное. Это верхний слой. Под этим слоем у нас есть с вами юбка. То есть вот как шьем изделие, соответственно, так у нас здесь все и происходит. Так спокойно, это лишнее. Вот, соответственно, есть пояс. Сейчас я пояс верну, чтобы он у меня тут тоже был. Вот сюда я его вставляю на место. Так, это мне не нужно. Сейчас нарисую лиф. Соответственно, у платья будет какой-то верх определенный. Это может быть корсетное платье. Это может быть что-то другое в зависимости от вашего пожелания. Рисую абсолютно из головы. Ни с чем оно не коррелируется, ничего нигде не связано. Поэтому не ищите каких-то сочетаний, а и подвохов. Соответственно, далее вы рисуете так, как вы считаете нужным. Конечно же, учитываем конструктивные особенности. Не забываем. Сделаю полупрозрачным, чтобы у меня было видно точки. И у нас у этого платья получается как бы два слоя. Один это нижний, и второй это верхний, который... Вот этот прозрачный как раз рюш, который мы рисовали. А это вот нижняя основа, на которую все одевается. Такие юбки, кстати, иногда даже шьют. Они прям поверх платья одеваются. У них есть застежка. Давайте мы сейчас это сделаем. Какую-то такую интересную странную форму у меня увело. Такое тоже бывает, ничего. Вот так неправильно выделено. Страшного нет. Видите, как удобно, когда есть шаблон, на основе которого вы рисуете. Так. Вот такая у меня получилась штука. Соответственно, такая вот основа платья, на которую потом накладывается сверху дополнительный рюш. Вот теперь мы можем начинать заниматься прокрашиванием. Давайте покажу, как сделать один цвет, а потом, как из этого цвета сделать второй. Сейчас блокирую, значит, слой. Точнее дело, невидимым, на котором у меня платье. Давайте мы его сделаем какого-нибудь, ну, скажем, сиреневого цвета. Вот основа у нас вот такая ярко-сиреневая. Можем там потемнее, посветлее, посинее, в зависимости от... Хочется такой пыльно-синевато-сироватый. Глубокий такой вот. Хотя лучше, наверное, посветлее. Входя из моей задумки, вот так. Сюда перенесем. Вот, и здесь тоже все части, соответственно, этим цветом заливаем. Вот у нас есть сиреневая основа. Теперь мы переходим с нами в наш рюш. И он у нас тоже должен быть какого-то цвета. Ну, например. Например, я хочу, чтобы мой рюш был с переходом цвета. То есть низ будет там более темный, а вверх более светлый. У нас это все сгруппировано. Помним, да? Соответственно, самый низ. Заходим, заходим внутрь, внутрь. Прокрашиваем темно-фиолетовым. Еще фиолетовым. Вхожу опять в слой, в слой. Ну, то есть как бы внутрь проваливаюсь, проваливаюсь. Таким образом получаю только одну деталь. Вот таким цветом. А теперь сейчас я выберу все, что желтое. Я только хочу выбрать это на всем изделием. Вот весь, все, что у нас будет желтым. У меня есть инструмент волшебная палочка. И она мне должна будет выделить все объекты, которые вот такие желтые. Им я задам цвет такой темный, густой. Фиолетовый с непрозрачностью, скажем, 49. Теперь моему вот этому фиолетовому цвету, выбирая все, что я им покрасила, задаю непрозрачность, скажем, 30. Могу прям писать. 33. Так, и теперь выбираю все, что у нас сделано, тени наши. Вот они, видите, они сейчас по всему тоже выберутся. Выбираю темно-фиолетовый оттенок. Ну, и непрозрачно сохраняем то, какая она есть. Вот. Смотрите, первый слой у нас сделался. И он действительно смотрится так, как настоящая ткань. Он накладывается друг на друга. То есть, если я сейчас уберу нижние слои, вот он вот таким образом у меня, видите, накладывается и происходит это деление. Теперь, что я могу. Эти слои я покрасила таким цветом. Следующие я могу покрасить, соответственно, другим цветом. Тоже, например, фиолетовым. Но уже чуть более светлым. Вот я его покрасила. Перенесем этот цвет сюда. И опять же вспоминаем, у нас была непрозрачность 33. Окей. Видите, где здесь произошло наложение друг на друга, мы видим вот эту более темную часть. Теперь следующий слой выбираю. Выбираю Direct Selection с Shift. Опять. Цвет выбрали. Двойной клип. И еще светлее. Так. Опять непрозрачность 33. Выбрали. Видите, у меня происходит переход цвета от светлого, от темного к более светлому, светлому и светлому. Соответственно, еще один слой выбираем. Его сейчас тоже не будем прокрашивать. Вот, поэтому тоже выбираем. Я забыла этот цвет выбрать. Занести его в палитру. Сейчас мы его занесем. Так, теперь самый верхний оттенок. Вот. И это уже пошло удобство вектора. Красим. Еще светлее он у нас будет. Еще светлее. Опять непрозрачность 33. У нас же непрозрачность на все ткани одинаковая, правильно? То есть, как бы, вот этого эффекта. И тут мы это все оставляем. И самый верхний слой будет в цвет основного платья. Уже. Вот. Сейчас я все выберу. Так. Не могу выбрать. Надо поближе приблизиться. Очень мелко. Два. И три. Вот. И уже основной цвет будет в цвет основного платья. Вот он попал. Тоже с непрозрачностью 33. Вот так. Вот смотрите. У меня получилось платье с переходом, с красивыми вот этими линиями. Вот сейчас то, что я смотрю, и что мне не нравится, что я могу поправить. Вот этот оттенок цвета, вот этот оттенок цвета. Так. Волшебная палочка имеет диапазон 20. А мы сейчас сделаем один. Я хочу, чтобы она выбрала только этот цвет. И его мы сделаем помягче. Вот так. Чтобы не так он сильно кидался в глаза. Вот. Можно еще что сделать, попробовать. Сейчас вот я удалю, чтобы было лучше видно. И мы попробуем еще одну фишку сейчас сделать интересную. Так. Пояс. Да. Вполне может быть другого цвета. И здесь тоже, например, отделка может быть другого цвета. Вот таким образом. Такое у нас платье получилось сочетание жесткости и мягкости. Вот так вот, что я хотела сделать. Мы сейчас все вместе выберем. Так вот мы подвинем, создадим копию. И посмотрим, если мы уберем цвет контура. Насколько это будет лучше смотреться. Специально создам сейчас прям копию-копию. Вот так. Вот только на этих штуках нам нужно убрать цвет контура у вот этих штучек. Попробую. Возможно, даст хороший эффект. Опять же, это проба пера. Ничем не могу обещать. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот здесь цвета контура нет. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь цвета контура нет. Это вот надо уже смотреть, да, индивидуально на каждом там прокрасе и всем остальном. Насколько хорошо это все будет смотреться. Поэтому я, видите, создала копию. Специально для того, чтобы сейчас была возможность сравнить, когда я уберу цвет. Соответственно, почему я так аккуратно выбираю? Потому что в противном случае у нас летят вот эти мои линии, которые обозначают вкладки. Я этого не хочу, от слова совсем, поэтому не делаю. Так вот. Давай я сделаю. Сейчас еще. Они, потому что, вот при применении эффекта прозрачности, контур становится таким сереньким. Ну, потому что он тоже уходит в прозрачность. Вот видите, вот он есть. Вот его нет. Вот она разница. Иногда можно брать контур. Иногда можно контур сделать более, как можно сказать, будет тонким. Надо посмотреть. И вот здесь я бы тоже убрала цвет. Вот. Смотрим. Мне кажется, стало лучше, да? Прямо вот она так играет. Да, линий много. Да, оно там друг на друга все накладывается. Но тут мы этого и добивались. Для того, чтобы оно все такое красивое было. Можно, наоборот, попробовать, например, сделать цвет контура. Таким вот, каким-нибудь тоненьким. Может быть, оно и лучше будет. Сейчас попробуем. Еще одну копию создам. И попробую посмотреть, как она будет смотреться. Если все то же самое, при этом с очень тонким цветным контуром. Возможно, даст эффект очень интересный. Никогда не знаешь. Очень тонкий контур. 0,25 я поставила. Так. Эту тоже. Эту тоже. И эту тоже. Вот этот цвет. Самый светлый цвет основы на 0,25. Еще раз. Эту тоже. Эту тоже. Эту и эту. Самый светлый цвет именно контура. и 0,25 толщина. Еще раз. Раз. У нас же по 4 слоя, помним, да? 2, 3, 4. 0,25. И самый светлый. И раз. 2, 3, 4. Светлый. 0,25. Давайте сравним. Какой эффект получается лучше. Ну, в принципе, такой прям большой разницы я, честно, не вижу. Может быть, вот это больше, может быть, вот это больше. Но эффект у нас все равно вот. Видите? Если мы убираем, можно отдельную юбку, можно с основой. Как она будет смотреться? Особой принципиальной разницы, есть ли контур или нету контура, нету. Соответственно, мы можем этим пренебречь. И сейчас покажу вам одну очень интересную вещь, которая вам обязательно понравится. Выбираем все вместе. Переносим. И вот здесь вот сверху есть перекрасить графический объект. Это всегда всем нравится. Так. Ну, и, например, оно у нас сейчас сиреневое. А мы захотим его сделать, ну, давайте скажем, цвет морской волны какой-нибудь. и планомерно каждый оттеночек я сдвигаю и получаю новую интересную возможность. Могу сделать двумя оттенками. Видите, оно осталось пока. Могу поправить все остальное тоже. Вот такой очень прикольный и удобный фокус. Я полностью перекрасила мое платье в другой оттенок. Такая вот пушистик у нас такой получился. Можно юбочку нашу с вами поставить отдельно, если она нам нужна. То есть вот это, видите, по сути платье и юбка, которые рядышком друг с другом живут и друг друга дополняют. Можно все сделать потоньше, можно все сделать потолще. Можно юбки друг с другом поменять местами. То есть вы можете, например, на фиолетовую основу уже поставить другую юбку в зависимости от того, как вам требуется. Такой получается эффект. Достаточно яркий, достаточно интересный. Но здесь у нас сложное задание, потому что у нас там 4 слоя. Вот таким образом. И видите, оно просвечивает через сиреневое. Соответственно, вот таким образом. То есть может быть и так. И тоже видно то, что оно просвечивает. Можно степень прозрачности поменять. А тогда оно будет еще сильнее светить. В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить. Давайте я эффект прозрачности попробую поменять. Для того, чтобы лучше было видно эффект. То есть насколько прозрачна фатин или органза, из которого будет выполнено данное изделие. Ну, дальше уже понеслась душа в рай, как я говорю, потому что как только вот вы нарисовали и там началась вот эта вот работа. А вот здесь поярче, а вот здесь менее ярко, а здесь туда, здесь сюда. Все. Это вот уже пошло не вкусовщина. Но вот каждый понесся куда ему больше нравится. Поэтому мне нужно выбрать только объекты и задать им вместо 33 процентов то, что у нас непрозрачность. Скажем 15. Помните, да? И сейчас у нас вообще будет такой эффект крутой. То есть вы изначально сами выбираете как бы этот коэффициент непрозрачности. Его можно менять. Надо только аккуратно выбирать объекты. Здесь тоже будет 15. Сейчас. Сейчас будет не особо видно, что я делаю. Потом, когда я удаление дам, у нас будет что с чем сравнить. 1, 2, 3, 4, 15. 1, 2, 3, 4, 15. И 1, 2, 3, 4, 15. Сравниваем. Насколько будет прозрачнее смотреться. То есть здесь степень прозрачности ткани у нас 15. Здесь 33. Соответственно, видите, насколько ярче видна вот эта нижняя юбка. то есть если мы, например, ее вот так вот сделаем. Вот. Если без нее, это если с ней. Соответственно, если у вас там будет идти девчонка внутри платья какая-нибудь, на которую вы его оденете, то, соответственно, будут видны ноги. Ну, конечно, я вам показываю всякое разное баловство. Сейчас я кое-что сделаю, а то я уже тут один раз не сохранила все так. Платье с шифоном. Мы его сейчас сохраним во избежание всяких разных неприятностей. Вот. И у меня есть отрисованные девочки. Такие не все я. Лишь одна девчонка у меня пострадала. Будется ее мне перерисовать. Так, где же моя папочка? Вот она, векторная куколка. Есть у меня тут отрисованные девчушки. Головы, головы, три куклы, три куклы, куколка отрисованная. где мои три куколка. Вот они трешечка. Сейчас мы возьмем одну из барышей, скопируем ее в новый документ, поместим ее в новый документ, возьмем наше платье, поместим его на барышню. Так, здесь здесь надо заранее сейчас с волосами проколдовать, а то потом будет все это неприятно. Так, все вот эти красивые локоны нам нужно вогнать в одну единую группу. Крысоту. Все? Тут кусочек забыла. Да, теперь все это все сгруппировываем. Теперь сейчас сгруппирую лицо. А, ну и так сгруппировано у меня. Ну, тогда прекрасно. Отлично. Вот, теперь можно помещать платье поверх. Вот мы на нее его оденем. Ну, надо уменьшить, потому что девочка у нас более стройная. Да, возможно, немножко удлинить, потому что парапорции это у нас модельные. Так, смотрим, чтобы все попало на свои места. дам, дам, да-да-дам. Возможно, нужно вот эту точечку чуть-чуть там поправить, хотя нет, она была на месте. Так, здесь все хорошо, и здесь тоже хорошо. Сейчас сделаю маленькую шалость, ради которой все это затевалось. Ноги, вон они там прозрачные. Соответственно, вот оно все там и есть Можем вот так вот удлинить И ножки у нас там светятся Видите? То есть за счет того, что такая прозрачность, оно там светится Если мы вернем обратно нашу красоту И не будем все-таки оголять девчонку Можно сделать платье в пол Я поменяла ему пропорцию И зачем я кладовала с волосами? А вот за этим Волосы получились поверх Теперь моя прекрасная леди одета в мое прекрасное платье Эта девочка неестественных пропорций Она очень сильно вытянута Поэтому давайте я вам покажу то же самое платье на другой девушке Одна Где мои девушки? Девушки Так Вот она вторая Здесь тоже нужно сколдовать с волосами А то потом будет мучительно больно об этом вспоминать Так Спокойно Вот эту часть тоже туда Все? Все забрали Да Это все сгруппировываем Теперь отдельное лицо Отдельное туда Да Я, видите, смещаю в сторону Тогда видно И вот эту заднюю часть не надо Нет Не то Отцепила Не то Отцепила не то Сейчас я приближу Лицо убираем Вот эту часть убираем И вот эту часть Убираем тоже Убираем тоже Вот это тоже не надо Вот она И само лицо Да? Да Еремную ямку тоже Вот Это все сгруппировываем Чтобы потом это положить Поверх платья И на эту девочку давайте мы наденем У нас есть с вами Зеленый вариант Она же у нас рыжик Вот на рыжик Мы сейчас зеленый вариант И положим В принципе Можно даже волосы В сторону убрать А можно не убирать Вот она Наши талии Увеличиваем еще Платье Шея Вон там видите Еремная ямка появилась Немножечко его все-таки Придется вытянуть Да? В длину Чтобы она Все-таки встала на нее Вот Удлиняем И теперь волосы Поверх Теперь мы можем понять Как это платье Будет Смотреться На разных девочках Видите Насколько они разные По пропорциям По росту И как это По другому смотрится И вообще Ну как бы нужно Не нужно Оно на таком плане Конечно это больше Такой вот холодный Типаж Сюда эти рюши Они не очень Ну тоже вот вариант Когда у вас есть девчонка На нее можно Деть и посмотреть Ну не ее Вот здесь да Можно еще там Все помады поменять А здесь Нет Вот Соответственно Все попробовали Все померили Рюш Кружева Нарисовали Надеюсь Что вам это было полезно Немножко я долго Это рассказала Но Принцип Понятен Как с этим работать Как колдовать И что с этим Можно сделать На этом все Будут вопросы Обязательно Мне пишите Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok